Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что 100000 очень качественных запчастей с быстрой доставкой и гарантией ждут вас здесь, на Домбровской 15, а также на наших складах в Москве и Питере. Мы продолжаем наши интереснейшие разборки. Итак, встречаем F14D4 от Chevrolet. Двигатель F14D4 собирается в Корее, но в его основе лежит двигатель от Opel объемом 1.4. Это упрощенная и удешевленная версия для бюджетных автомобилей. Взаимозаменяемых деталей у корейского и немецкого мотора немного. Вообще, этот двигатель появился в 2002 году под маркировкой F14D3. Затем в 2008 году его обновили и получился F14D4. Мощность у него 101 лошадиная сила против 94 лошадиная сила у предшественника. Прибавку мощности обеспечивали два фазовращателя, появившиеся на обоих распредвалах. Также модернизированный двигатель был оснащен электронной дроссельной заслонкой, а вот гидрокомпенсаторов после модернизации не стало. Степень сжатия подросла на единицу с 9,5 до 10,5. Этот двигатель довольно надежен, но его обслуживание вызывает определенные хлопоты. Хотя его предшественник многих удивил неожиданной кончиной из-за встречи поршней и клапанов. Но обо всем по порядку. Разбираем двигатель не просто так. В нем нет компрессии. Сейчас мы его вскроем и поймем, что к чему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В двигателе F14D4 установлен масляный теплообменник. На предшественнике его не было. Тут ситуация стандартная. Разрушаются уплотнительные прокладки, и тогда масло смешивается с антифризом, либо же наоборот. В теплообменнике 9 различных уплотнений, которые надо менять комплектом. Двигателю F14D4 достался электронный термостат. С виду он как обычный термостат, только здесь есть электроразъем, а внутри есть управляющий нагревательный элемент. Термостат начинает чудить, из-за чего возникают риски перегрева двигателя, либо наоборот двигатель будет плохо прогреваться. Новый термостат для этого двигателя стоит 50 долларов, а ходит он 60-90 тысяч километров. Двигатель получился горячим. Дело в том, что циркуляция антифриза по большому кругу начинается при температуре 105 градусов. Полностью термостат открывается при 120 градусов. Это обстоятельство сказывается на ресурсе масла и сроке службы резиновых уплотнений двигателя. Обратим внимание на недолговечность резиновой прокладки. Прокладка дубеет и начинается течь антифриза. Электронная дроссельная заслонка часто выходит из строя по причине перетирания графитовых дорожек потенциометра, либо загибания усика контакта. В таком случае фиксируется ошибка, указывающая на несоответствие показания датчиков дроссельной заслонки. Датчик положения здесь двойной. Иногда в решении этой проблемы помогает вскрытие этой крышки и отгибание усика контакта. Но если вы обнаружите протертые графитовые дорожки, то значит надо менять дроссельную заслонку целиком. А приобрести ее можно где? В «АвтоСтронг-М». Также причиной ошибок по дроссельной заслонке может быть загрязнение вот этого разъема, а также разъемов на блоке двигателя. Дело в том, что они установлены под капотом неудачно и на них попадает влага и грязь в дороге. Впускной коллектор пластиковый. Этим уже никого не удивишь. Обратим внимание на следы оплавления. По ходу наш двигатель был перегрет. В головке блока два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют и состояние кулачков никаких нареканий не вызывает. Но можем отметить явные лаковые отложения. Двигатель F14D4 познакомил владельцев Aveo с так называемым дизелением. Это когда двигатель трещит, тарактит, как старый дизель. Такое цоканье раздается в первые секунды после запуска двигателя. Естественно причиной этого цоканья являются фазорегуляторы, установленные на шестерных распредвалах. Они цокают и гремят из-за недостатка поступающего в них масла. Двигателям F14D4 достались дефектные фазовращатели. Они ходили 10-30 тысяч километров, но их меняли по гарантии. Такие же дефектные фазовращатели достались двигателям GM Opel объемом 1.6 и 1.8 литра. Вместе с бракованными фазорегуляторами по гарантии меняли еще и клапаны. Срок службы клапанов фазорегулятора очень сильно зависит от качества и частоты моторного масла. Их работа часто нарушается из-за ссорения фильтрующих сеток, которые встроены в них. Клапаны можно отмыть в растворителе, и если это не помогает, то придется покупать новые клапаны. На моторе предшественники F14D3 ремень ГРМ был просто бедой. Его надо было менять каждые 60 тысяч километров, но обычно он рвался при вдвое меньших пробегах. И тогда встречались поршни и клапаны, и мотор надо было капиталить. На моторах F14D4 механизм ГРМ усовершенствовали и ремень ходит свои положенные 160 тысяч километров. Следует отметить, что при замене ремня ГРМ неквалифицированными специалистами могут быть отломаны лепестки импульсных колес распредвалов. Если проблемы с ремнем ГРМ в двигателе F14D4 отсутствуют, то привод клапанов добавил своих лопат. Дело в том, что регулировать и контролировать зазоры надо каждые 100 тысяч километров. Дело в том, что процесс регулировки весьма сложен. Нужно измерить существующие зазоры. Если они не в допуске, то нужно снять распредвалы, измерить старые толкатели-стаканчики и вычислить размеры новых толкателей-стаканчиков. Толкатели-стаканчики недешевые. Их тут 16 штук. Дело в том, что после установки новых толкателей-стаканчиков зазоры могут быть не в допуске, и тогда надо начинать все фактически с нуля. Некорректные зазоры клапанов являются причиной пропусков зажигания. И вот она вероятная причина отсутствия компрессии. Дело в том, что все клапаны болтаются, соответственно, не герметично закрываются. И, соответственно, это приводит к проблемам такого типа. По цилиндрам у нас никаких вопросов нет. Хон присутствует, задировок тоже нет. И отметим, что блок этого двигателя чугунный. Достали сетку маслозаборника из поддона, что нас конкретно настораживает то, что здесь масло уже фактически начало превращаться в гудрон. Поршни в целом в хорошем состоянии. Маслосъемное кольцо не закоксовано, компрессионные кольца не залегли, шатунные вкладыши в отличном состоянии. Единственное, что присутствует нагар на поршнях, это значит, что наш моторчик подъедал масло. А теперь пройдемся по коренным вкладышам коленвала. Четыре вкладыша хороши, а один вкладыш пятой опоры ушатан, потому что он работал по ходу на сухую, а на сухую это плохо. Коленвал у нас тоже никуда не годится, потому что на всех коренных шейках коленвала износ и задиры. Разборка закончена и сегодня мы разобрали бюджетный мотор, который пострадал от бюджетного обслуживания. Масло меняли очень редко и от этого повышенный износ. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подписывайся на наш канал, заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт. Покупай у нас столько хорошие запчасти и помни, что с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok